Мы были на даче. Когда наш производитель работал, то есть пара поехал туда выполнять работу, то, которому было поручено, он как исполнитель, и через два часа он позвонил, что началось противодействие, мы выставили, как туда приехали. Суть драки, которая была там, драки не было. Это я вам могу сказать, как офицер, драки там не было. Значит, когда были вот эти локальные там такие противостояния, типа толкнул там, не пустил к яме с бетоном, и когда, Виктор Дмитриевич, если вы все видели съемки, когда жена Рыбаченко стояла под бетоном, под этой плитой, ну, в смысле, под ковшом с раствором, он ее просто вот так подошел за руку, ну, как бы, ну, с чем же ты стоишься? В это время Рыбаченко подскочил к нему, к Виктор Дмитриевичу, и начал его тянуть за руку. Если вы знаете, он инвалид, у него вот эта рука вообще не работает левая. Он ее за все схватил за эту руку. Я это убил, я стоялась на улице. Я быстренько подбежал, и вот я его, Рыбаченко, пытаясь тянуть, чтобы он ему не вырубил, ну, что в руках не есть, ну, что его оторвать, это все равно совета на дереве. И, естественно, там бревна, мы упали, потом мы встали, разошлись, то есть драки никакой не было, чтобы это журналисты поняли. Мы сей Рыбаченко уже знакомы там и работаем в этом участке уже пять лет. То есть у нас разворы есть на повышенных тонах, ну, дорога провал, то драки не было. Потому что мы поняли, что это была не драка, это была просто защита просто человека-инвалида, которого могли выкрутить руку. Все. А дальше готов отвечать на все ваши вопросы по технике и прочее, прочее, прочее. Установка забора по нормам ДВН, да, вот, это как подготовительные работы, она требует разрешительного документа, который выдают в газ. Был у вас в субботу на руках этот документ или у вашего программы? Объясняю. Значит, забор, который устанавливается внутри правиловой территории и требует разрешения газка, и, ну, на тот момент его не было, потому что он был не нужен. Мы восстанавливали забор, вот схема, еще при жизни, при жизни всего этого строения здесь был забор, вот, во дворе прямо отделявший, вот это здесь наша собственность, которая наша квартира. Здесь стоял забор. В свое время, опять это уже, влюбитая тема, товарищ Лебаченко загнал бульдозер, снес всю нашу собственность. Бульдозер. У нас есть видео съемки. Есть у меня видеосъемки, если есть ноутбук, мы сейчас включим, посмотрим. Мы это делаем так промормально, ну, все, ты снес пускаешь, человек занимается чем-то. А в это время у нас все время шли суды, 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 суды подает, подает, все суды там ему. Вот весь подборка всех решений судов, это вот юрист по-судам, скажем. Мы же имеем собственность, собственность, вот она вся в оригиналах. Вот, это документы на право собственности строений, находящиеся во дворе 82 и 84. Поэтому мы такие же самые во дворе хозяева, как и товарищ Лебаченко. И вот еще есть третий человек, ну, вот, Александра Петровна, проживающая в этом же дворе, имея уже такие же права. Но товарищ Лебаченко, несмотря на все это, закрывает ворота на ключ, на замок, блокирует им вход. Ну, он-то так, как мы туда появляем среду. Вот им. Один человек из дома выйти не может, а муж пришел с работы, не может войти в отбор. А он наставил камеры, кипикой стоит. Вот все, то есть забор, решение, я вам отдаю, что отвечает. Решение на установку забора не нужно. Скажите, вот, насколько я понимаю, у вас достаточно долгий конфликт. С 2005 года. С 2005 года. Какие-то решения суда были? То есть, вот, суд установил, вот, хотя бы хотелось бы комментарий. Кто виноват, или кто уже хаватил, или кто не захватил? Что сказал суд? То есть, русский, я считаю, риск консульт предприятия «Контакт Волстрой». Он сейчас все подробно расскажет и по порядку. Первое дело, вот у меня по порядку созданы восемь решений судов. И сейчас еще в судах есть. Это центральный районный суд города Николаев рассматривал. Между нами, МУКО и им. Инцидент. Вот так, суд. И вот, у задоволения позову товарицу с обмеженной финальностью науково-выродной центре, вид молодых решений Центрального районного судна. Дата 31 октября 2007 года. И до этого были, но я в детях не стал трогать. Теперь, второе было решение суда именем Украины. Это он подал апелляцию. По 21 сентября 2008 года. Тоже, ухвала апелляционную сказку генерального директора МУКО «АРІ» «Відхилити» с решением Центрального районного суду Министу Николаеву в 31 октября 2007 года. Залишит и беззмирно. Ну, я же пускаю в цей день. Да, конечно. Поприсать, я сделаю вам так, что стоит. Да, что? 25 сентября 2008 года. Коллеги судей уже по его жалобе написал туда, что они правильно, чтобы дали трактовку этого решения. Он не может, якобы, понять. И вот другая ухвала вийшла. И согласна той ухвала. Это уже по 25 сентября 2008 года. Так, у разъясненні ухвала апелляционного суду Миколаевської області 21 сентября 2008 року відмовити. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарження в касаційному порядку не підляд. Это областной суд. 11 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 53 рассматривал судью Ткаченко. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 8. 12 октября 2008 года Господарский суд Николаевской области по справе номер 9. он лично сам, так как он является участником этих событий. А может, давайте ему как-то позвоним в телефонном режиме, спросим? Я, к сожалению, тоже не уполномочен решать эти вопросы, потому как конкретное поручение было о том, чтобы уведомить и попросить вас на 28-го. Будьте снисходители. Ну, это теряет всякий смысл, потому что нет второго человека. Александр не уполномочен говорить от имени Рыбаченко. Мы выслушали только одну точку зрения смысл в нашем собрании дальнейшем. Абсолютно. Потому что 28-го он скажет свою позицию, которая будет тоже абсолютно правильная. Может, можно его тоже выслушать? Может, давайте как-то в телефонном режиме. Мы можем ему позвонить? Нет, к сожалению, наверное, нет. И позвонить ему нельзя. Он уехал, и мне... То есть, когда уезжал, он дал конкретно мне такой порой. Ну, конечно, он проигнорировал, получается, полностью... Нет, ну, если бы... Вы знаете, если бы человек... Если бы человек проигнорировал, то он, наверное, бы не присылал сюда представителя и не сообщал бы о том, чтобы в дальнейшем... Нет, мы вам очень зачувствуем, но дело в том, что это действительно теряет свой смысл. Потому что смысл был в том, чтобы выслушать обе стороны и сделать какие-то выводы и так далее. Какие-то анализы. Мавр сделал свое дело.